здравствуйте дорогие друзья на связи владислав лихенко и сегодня я вам хочу рассказать как создать свой собственный блог в интернете на платформе wordpress это одна из самых распространенных программ управления сайтом которая пользуется сегодня огромной популярностью я вообще всем рекомендую пользоваться платным сайтом то есть вы должны купить свое доменное имя и хостинг приобрести это место под расположение вашего сайта если у вас нет опыта в ведении своего блога то я бы все таки наверное начал с бесплатного хостинга бесплатного сайта для того чтобы вы могли потренироваться набраться опыта ну а потом в дальнейшем принимать решение покупать себе домен или не покупать и так сегодня мы будем создавать свой блог на сайте wordpress.com вот здесь вот есть вы можете поменять язык на русский это национальная версия сайта здесь есть разные языки вот здесь вы можете увидеть испанский немецкий португальский французский итальянский турецкий и еще много других языков поэтому советую сразу перейти на русский язык для того чтобы было более удобно комфортно для вас нажимаете вот эту кнопочку русский и переходите на ru.wordpress.com можно было сразу набрать такую комбинацию и здесь сразу же нам предлагают пройти регистрацию и завести для себя новый блог давайте нажмем кнопочку регистрация посмотрим что там нам дальше предложат значит вам сразу предлагается ввести адрес блога как он будет называться то что вы будете вводить в строке браузера или как он называется еще доменное имя вам бесплатно предоставляется доменное имя третьего уровня на сайте wordpress.com если вы занимаетесь маркетинга и хотите продвигать свой бренд я рекомендую вам вводить сюда свое имя фамилию или просто фамилию давайте введем допустим лихенко сейчас сайт проверяет сразу вам предлагают потратить 17 долларов и купить домен лихенко точка ком на целый год мы можем отказаться нет спасибо я воспользуюсь бесплатным адресом и здесь зелененькая галочка означает то что этот это имя доступно ее можно регистрировать дальше вы вводите имя пользователя можно оставить автоматически предлагает такой же какой или адрес блога можно оставить можно выбрать другое смотрите по вашему усмотрению дальше вам нужно ввести пароль под которым вы будете заходить на этот на свой сайт для редактирования материалов два раза его нужно ввести это проверяется чтобы его не забыли вводим пароль вводим пароль еще раз пароль не совпадает я где-то ошибся сейчас еще раз все нормально пароль принят и здесь нужно внести адрес своей электронной почты я хочу заметить что здесь адрес электронной почки на mail.ru не принимают так как mail.ru ограничивает поступление почты извне у них очень много фильтров и вам просто не будет поступать сообщение с вашего блога поэтому я рекомендую для этих целей использовать gmail это бесплатные почтовые ящики от компании google если у вас еще нет там электронного адреса вы можете его завести потратить немного времени вот если вы были на гугле видели вот есть такая ссылочка gmail заведите там себе свой почтовый ящик вот если вы нажимаете открывается такое окошечко здесь нажимаете создайте аккаунт новый аккаунт на гугле и здесь нужно заполнить форму для регистрации ничего сложного нет я думаю вы с этим справитесь и вводите свой электронный адрес здесь у меня он уже есть поэтому я просто ввожу адрес а ну да этот адрес уже используется в общем вы должны ввести свой адрес и нажать кнопочку создать блок если вы заполнили правильно анкету то вы тут же попадете на свой новый блок который только что создали дальше я буду работать от своего пользователя который уже существует давайте начнем вот как бы сначала вводим имя Лихенко название блога персональный блок персональный блок далее вам нужно указать будет ли ваш блок приватным или же он будет доступен другим людям если вы будете продвигать себя то естественно вам нужно выставить просмотр разрешен все если вы поставите второй вариант просмотр разрешить на блокировать поисковые машины это значит что ваши страницы вашего дневника не появятся поисковой выдачи и к вам на блок могут попасть люди только зная ссылку поэтому лучше ставить просмотр разрешен всем частный будет использоваться естественно только по ссылке вы будете специально людям давать ссылку кроме того для входа на сайт и его просмотра обычно используется логин и пароль то есть просто так просмотреть ваш блог никто не сможет только по приглашению поэтому ставим просмотр разрешено всем выбираем язык блога русский вы можете взять украинский здесь есть какой вам нужен я уже говорил что это мультиязычная система тут и китайский есть и африканский все что только можно придумать но конечно же есть языки которые еще не виден об эту систему тем не менее список очень большой вы получаете бесплатный блок вот что вы получите я вначале сказал что рекомендую платную систему почему платная потому что вы являетесь полноценным владельцем своего блога и можете делать с ним все что хотите если вы будете пользоваться бесплатными версиями на этом сайте или где-либо еще сейчас сервисов очень много которые предлагают создать свой блог бесплатно вы будете иметь ограничения в чем-то у вас будут ущемлять вы и не можете делать определенные вещи которые возможно вам понадобятся почему я рекомендую именно wordpress.com потому что во первых сам он движок то есть система управления сайтом очень удобная популярная и многие пользуются и последующем вы сможете даже перенести отсюда свой блог на новый на свой домен купленный на свой хостинг это не составит особо большого труда вы это сможете запросто сделать и второе отсутствие рекламы то есть ваш блог будет показываться такой как он есть как вы захотите вы не будете видеть посторонней рекламы что обычно делается на бесплатных сервисах там где предлагают создать свой блог ну вот если вы будете пользоваться бесплатно то вы не получите доменное имя дополнительно 5 гигабайт место вы тоже не получаются объявлений нет объявлений ну объявления кстати здесь внешняя реклама я не знаю я не встречал единственное что в панели администрирования есть какая-то рекламка но на страницах блога ее нет вот в чем ограничение еще есть если вы владелец сайта вы можете использовать свой дизайн покупной бесплатный есть много шаблонов которые можно использовать для своего блога это внешний вид это привлекательность его функциональность вы можете ставить здесь этого делать нельзя здесь есть определенный набор тем которые вы можете использовать для оформления и все других выставить не можете только те из списка которые вам предлагают свои вы устанавливать не сможете и видео видео можно было бы хранить здесь на хостинге но это не такая большая потеря мне кажется если вы будете записывать видео есть такой сервис как youtube очень замечательный и вы сможете выкладывать свои ролики на своем блоге прямо оттуда то есть мы имеем ограничение какие 5 гигабайт места мы не получаем на хостинге мы не можем использовать свой дизайн ну кроме того там еще есть ограничения другие кое-что вы тоже не сможете использовать рекламку вы тоже не сможете другую поставить ну то есть есть какие-то ограничения но в принципе то что вы получите на этом сайте довольно таки приемлемо для ведения своего первого дневника и вообще приемлемо для продвижения своего имени создаем блок нажимаем кнопочку create блок и сразу же вы должны попасть в панель управления вашего нового блога вот значит блок создан вам предлагают зайти в консоль это панель управления если есть какие-то вопросы вы можете обратиться в службу поддержки но там в основном поддержка идет на английском языке поэтому я сейчас вам я объясняю как сделать свой блок как настроить дальше его заходим в консоль в дальнейшем чтобы попасть и вот это вот панель управления она выглядит так же само и на платном хостинге примерно так же само то есть панель управления везде одинаково единственное что здесь есть какие-то дополнительные функции которые используют именно wordpress.com вот платные услуги допустим они предлагают там опросы рейтинги это уже их не разработки не здесь всем их предлагают в бесплатном варианте чтобы попасть в дальнейшем в панель управления вы должны после имени своего сайта добавить вот такую строчку wp-admin и поставить слэш нажать кнопку enter и перед вами появится окошко где вы должны будете ввести свое имя и пароль который вы использовали при регистрации на wordpress.com краткий обзор что здесь что представляет главная страничка это вот она сейчас перед вами обозреватель блогов здесь вы сможете рассматривать другие блоги на которые вы подпишитесь если вам понравился чей-то блог вы нажимаете кнопочку follow следуйте и здесь будут показаны записи ваших друзей если вас что-то заинтересовало вы сможете запросто тут же перейти на блог вашего друга и ознакомиться полностью с записью мои комментарии здесь будут отображаться все ваши комментарии на всех блогах wordpress.com где только вы их не оставляли везде они будут вы можете всегда к нему обратиться и посмотреть где и что писали вам или вы кому-то оставляли свой комментарий чтиво это вам предлагают почитать ну вот здесь в основном все на английском то есть этим вы пользоваться не будете скорее всего обозреватель меток обычно предлагается когда вы создаете новую запись в дневнике это называется теги и принято оставлять тег ну например если вы пишете о приватбанке то тегом будет приватбанк или просто банк или финансы или еще что-нибудь вы оставляете в конце записи есть блок тегов и по этим тегам можно найти в поиск и обратиться именно к вашей записи и ознакомиться с этой записью статистика сайта здесь показывается число просмотров страниц блога сколько пользователей заходило на ваш блог ну сейчас у нас все по нулям как мы только создали этот блог здесь будет отображаться откуда пришли к вам по закладке то есть когда вы даете адрес это называется что человек приходит по закладке или же там с поисковых систем или с других сайтов где вы оставляли там или комментарии или где-то кто-то на вас поставил ссылку если из поиска вас будут показывать здесь по каким ключевым словам к вам заходили ну и здесь будут демонстрироваться ваши записи самые популярные будут в самом верху и если вы будете оставлять ссылки на посторонние ресурсы когда человек уходит с вашего сайта по ссылке которую вы установили в своем блоге то здесь будут показаны сколько человек сколько раз перешли по этой ссылке статистика акис мет это антиспам программка которая следит за комментариями на вашем блоге она задерживает неугодные комментарии довольно таки хорошо работает здесь у нас все по нулям вы увидите сколько акис здесь будет появляться обязательно потому что вот такими вот черными методами называется спамом некоторые раскручивают свои сайты но это все обычно ненадолго потому как хозяин блога всегда удалит неживательный комментарий мои блоги здесь вы можете просмотреть все блоги вот когда вы создали свой аккаунт на wordpress.com один раз вы его создали вы можете вводить создавать еще блоги и не один вот видите я уже создал их несколько здесь вы можете перейти к любому из них и сразу же посмотреть что там делается или перейти к управлению или передать блок другому человеку в пользование подписки это если вы будете подписываться на какие-то сайты на комментарии и тому подобное я подписался на какой-то комментарий уже не помню какой-то сайт рифуэм раша на ну в общем с тех пор ни одного комментария таки не было коннекшен не помню что такое а это доступ из других источников но это может быть фейсбук или твиттер или тому подобное есть еще другие сайты которые могут получать доступ к вашим страницам платные услуги мы сейчас не будем рассматривать полезные вещи конечно но сегодня мы будем говорить о бесплатном блоге поэтому мы это опустим и рассматривать сейчас не будем далее идет конкретная информация по управлению блогом записи записи вы можете создавать новые записи добавить новую давайте нажмем или здесь или вот здесь можно перед вами откроется вот такое вот окошечко новая запись вы должны сразу придумать заголовок допустим назовем его тестирование word test.com и здесь мы будем писать само тело статьи ту которую вы будете размещать да кстати вот сейчас вашей записи будет присвоено имя то как оно будет выглядеть в строке браузера в адресной строке желательно это имя изменять когда у вас здесь будут русские буквы кириллица то это нежелательно для поисковых машин они будут путаться и люди нажав на ссылочку из поисковика могут просто не попасть не дойти до вашей странички поэтому все буквы кириллические я рекомендую переводить сразу же вручную вручную потому что здесь нельзя установить дополнительную программу которая будет это делать автоматически ну допустим назовем это это тестинг тестинг wordpress.com нажимаем кнопочку ok то есть мы сразу переименовываем страничку чтобы не было ни одной буквы из кириллического ряда здесь напишем что допустим это первая запись в моем дневнике чтобы опубликовать эту запись вы должны нажать кнопочку опубликовать если вы не доделали текст предстоит с ним еще работать вы можете нажать кнопочку сохранить и оставить на какое-то время чтобы потом вернуться сюда дописать эту статью чтобы в последующем разместить ее на своем сайте ну вот когда вы сохранили заготовочку то вы сразу же можете просмотреть ее ну давайте немножко остановимся на панели управления в принципе она очень напоминает всеми известную программку для редактирования текстов microsoft word здесь особых таких каких-то иметь не обязательно единственное что здесь как бы все на английском но b это world это жирный и italic это курсив но зачеркнутые да зачеркнутые списки маркированные нумерованные здесь вы можете ставить цитаты если вы используете допустим цитируете цитируете кого-то обязательно берите этот блок в цитату он выделяется особым образом вы можете использовать выравнивание текста по левому краю посредине сразу посредине становится или по правому краю справа вы можете устанавливать ссылки для перехода на страницы своего блога или какие-то внешние ресурсы с любого слова допустим слово запись выделяем выделим слово запись и сразу же становится активная кнопочка ссылка нажимаете на нее и вам предлагается ввести адрес того ресурса на который будут люди переходить по этой ссылке кроме того вы можете использовать страницы своего дневника здесь список ваших страниц или записей будет ну допустим выберем что мы переходим на мой мир а привет мир если вы поставите вот здесь галочку то эта ссылка будет открываться в новом окне если не поставите то ссылочка откроется в том же окне где мы и находились далее если у вас длинный текст ну даже если не длинный текст рекомендуется допустим после первого абзаца или после второго абзаца смотря какая длина их вставлять кнопочку more more это читать дальше то есть когда будет список выводиться ваших записей ваших статей они будут показываться не полностью только их кусочек и дальше будет высвечиваться кнопочка далее читать далее или что-то наподобие если человека заинтересовал ваш первый абзац он сможет развернуть эту запись и прочитать ее до конца дальше проверка орфографии никогда не пользовался не знаю корректно ли он проверяет русский язык обычно я пишу статью ну или microsoft word или я пользуюсь ритером из пакета open office то есть сюда я уже вставляю готовый текст вы можете развернуть это все на полный экран для удобства так это выглядит и вернуться назад в обычное состояние и здесь вы можете показать или скрыть панель дополнительных кнопочек здесь вы можете ставить параграф выбирать формат текста допустим хидинг это заголовки обычно выделяйте и если вы в тексте пишите под заголовки ставьте его вторым номером третьим это любят поисковики они потом будут приходить к вам на сайт с большим удовольствием отдавать поисковые выдачи вашей странице здесь подчеркивание выравнивание по ширине текста когда и левая сторона и правая сторона текста становятся ровненькие здесь вы можете поменять цвет текста выбрать из предлагаемых или же больше цветов вы можете выбрать здесь вручную вы можете выбирать вообще любой цвет какой только в вашей душе пожелаете просто кликайте что-то у меня не получилось вот можно из палитры выбрать вот поменялся текст ну здесь вы можете вставлять текст вот я говорил что я набираю из редактора и готовый текст вставляю через буфер обмена прямо сюда в запись или с какого-то другого редактора или с Word он предлагает пожалуйста вставляйте если вам не подходит форматирование которое вы использовали можете его стереть допустим вот цвет текста мне не понравился я могу нажать вот эту кнопочку удалить форматирование и он вернется в исходное состояние здесь вы можете вставить любые символы допустим там знак доллара или евро но доллар можно и так вставить на клавиатуре допустим значок евро вы не можете вставить только отсюда надо выбирать здесь вы можете делать отступы абзац допустим какой-то подвинуть он подвигается можете вернуть его назад и здесь отмена или повтор последнего действия отменяем вот мы возвращаем обратно то что сделали здесь кнопка помощи ну как я уже сказал в основном там все идет на английском языке здесь вы можете делать рубрики в своем блоге различные названия допустим на продукции бизнес тут же wordpress контекстная реклама можете создавать рубрики вот здесь кнопочка добавить новую все очень просто пишите рубрику и добавляете теги мы уже говорили об этом допустим пишем тег тег wordpress добавляем и это слово будет использоваться в качестве тега для нашей записи по этому ключевому слову по этому ключевому слову можно будет найти нашу запись среди других дневников ну и на вашем дневнике можно будет искать очень удобно нажимаем нажимаем кнопочку опубликовать и посмотрим как выглядит наша запись запись опубликована можно посмотреть ну вот так это все начинается вот заголовок наш тестирование wordpress это предыдущая запись вот то что мы написали это первая моя запись в дневнике значок евро здесь вы можете делиться своими ссылками на twitter и на facebook чтобы люди получали уведомления и приходили читали ваши записи здесь вы можете писать комментарии также здесь смогут комментировать ваши гости или через twitter можно зайти авторизоваться или через facebook или через wordpress гость может оставлять свой адрес имя и email адрес имя и адрес сайта в общем внешний вид не очень то поэтому мы сейчас займемся настройкой дизайна то есть вот так вот изначально выглядит ваш бог не очень то привлекательно поэтому переходим назад в консоль и мы обратимся сразу пропустим вот эти вот кнопочки обратимся к внешнему виду долгого стенка что-то накрывается ну вот как я и говорил здесь есть несколько тем но их достаточно много из которых вы можете выбрать оформление как будет выглядеть ваш бог подбирайте по своему вкусу что вам больше нравится поэкспериментируйте попробуйте но темку вторую но желательно остановиться выбрать какую-то из них выбрать и остановиться не так что там каждый день менять и ставить новую темку выбирать можно любую какая вам только понравится стартись выбирать оформление более удобно читаем а когда черный шрифт на белом фоне не стоит выбирать оформление как бы черная бумага и белый шрифт это очень неудобно для чтения если вы хотите чтобы ваш бог читали черный блок белыми буквами можно использовать какой-то блок если там будут только фотографии если у вас будет преимущественно текст то желательно выбирать что-нибудь светленькое с темным шрифтом такие черные это неприемлемо это очень неудобно ищите ищите темку выбирайте которая вам подходит вот этого вроде ничего так давайте выберем ее нажав на нее вам покажут покажут ее поближе вот примерно так как нам будут выглядеть простенько но со вкусом чтобы активировать нажимаете вот эту кнопочку и активируйте оформление после того как вы активировали оформление вы сразу же можете перейти на свой сайт и посмотреть как он выглядит ну довольно таки симпатично почему мне нравится вот наша первая запись откроем ее полностью все довольно таки прилично ничего мне нравится продолжим дальше знакомства с панели управления мы можем добавлять сюда медиафайлы это картинки музыку даже по моему видео добавить но вот сейчас мы посмотрим что мы можем добавлять вы можете добавлять вот такие типы файлов это значит что jpeg картинки png картинки гиф картинки пдф документы в формате adobe acrobat док формат word ппт презентации powerpoint а не кей это вот текст который я вам говорил из программы риттер open office и 5x это новый формат поваренпоинта докс док x это тоже новый формат формат ппс не помню это по моему что-то из таблицы по моему из open office а xls это таблицы из microsoft какие-то microsoft офис то есть видео вы добавлять не сможете так как для того чтобы вот для того чтобы загружать mp3 mp4 wave или ок это звуковые и видео звуковые вам нужно купить платные услуги space upgrade или видео апгрейд для того чтобы загружать видео ну как я уже сказал что вы можете просто использовать сервис youtube для размещения своего видео на этом сервисе и ставите просто ссылочку на это видео и ваши видеозаписи будут транслироваться прямо на вашем блоге даже не надо будет переходить на youtube именно будет плеер размещен на страницах вашего дневника ссылок это бог ссылки ссылки вы можете устанавливать любые на вашем блоге будет такой блок ссылки ваши друзья партнеры ссылка допустим на компанию вашу еще что нибудь все что вы посчитаете нужным можете размещать в этом блоке и демонстрировать своим посетителям здесь вы можете нажать добавить новую или здесь их можете по рубрикам сортировать еще все на ваше усмотрение страницы страницы создаются так же само как мы делали запись в вашем дневнике все то же самое в отличии только в том что они располагаются не в дневнике они имеют как бы вид стационарный то есть то что вот здесь будут главные детали допустим вы можете создать ну давайте сейчас и создадим новую страничку обычно обязательно создается страничка обратная связь чтобы пользователь вашего блога при необходимости максим с вами выйти на контакт вы можете указать средства связи как можно с вами связаться номер телефона номер icq email вообще для удобства можно использовать формы которые тоже можно здесь самое интересное что здесь все таки можно использовать форму в дальнейшем я скажу почему вот такая стандартная форма имя email в веб-сайт форма обратной связи здесь вы ставите тема сообщения которая будет в теме писем которые будут приходить к вам на почтовый ящик добавить эту форму видите тут кое-что не переведено на русский добавляем эту форму вот такая абракадавра получается но выглядит симпатично если мы сейчас опубликуем ее мы сможем посмотреть как это выглядит ну допустим перейдем на сайт я открою в новом окне вот видите появилась кнопочка у нас обратная связь это то что у нас будет в страничках вот открываем страницу обратная связь здесь вы можете разместить свои фотографии рассказать о себе кто и что чем вы занимаетесь что вы предлагаете и вот здесь форма обратной связи здесь человек может вам что-то написать задать какой-то вопрос и отправить и вы получите сообщение на свой почтовый ящик сообщение отправлено ушло на мой почтовый ящик так возвратимся назад здесь вы можете вставлять фотографии я еще не показал можете нажать вот допустим сюда появляется такое окошечко вы можете загружать любые файлы то ли со своего компьютера то ли с интернета то ли использовать уже из библиотеки это те файлы графические допустим которые хранятся уже на вашем дневнике если они были уже загружены вы можете выбирать их отсюда так как мы еще ничего не грузили у нас здесь пусто загрузим что-нибудь со своего компьютера нажимаем кнопочку выберите файлы на какую-нибудь картинку открываем картинку вот она загружается сейчас нам ее покажут вот ну вот туалетная вода здесь вы можете менять заголовок допустим туалетная вода здесь вы можете делать даже описание вот здесь вы можете выбирать выравнивание как она будет обтекаться текстом если вы поставите нет то текст будет сверху и снизу если вы поставите слева то текст будет справа от картинки если вы поставите по центру то текст то картинка расположится по центру текста если справа то текст останется слева Кроме того, вы можете выбрать размер, миниатюрка, средний, большой, тут немножко перепутано в переводе, большой, он сейчас недоступен, это для файлов, хотя он должен быть доступен, 645 точек на 645, странно, в общем, добавим миниатюрку и вот здесь оставим ссылку на этот файлик, вы можете убирать или ссылку, или ссылку на вашу страничку делать, вставляем запись, вот наше изображение, обновим страничку и посмотрим, что получилось, сейчас обновится страничка, вот переходим на страницу обратная связь ага, вот наша миниатюрка, небольшого размера, зачем мы оставили ссылку, для того, чтобы видите, когда наводишь мышкой на изображение, появляется рука, если мы нажмем на изображение, то мы сможем открыть в полном размере, большой формат, очень даже удобно так, что дальше, здесь можно добавлять музыку, опять же, музыку вы можете добавлять только с посторонних ресурсов, загружать сюда на блок, вы не имеете права, это ограничение, так как эта версия бесплатно, поэтому только можете поставить музыку с сайта, с какого-то, где-то разместить, или у кого-то там взять, но не знаю, то есть в этом есть, конечно, ограничение здесь попробуйте эти кнопочки, разберетесь, думаю, там ничего сложного нет можно создавать свои опросы задавать людям вопрос, предлагать варианты ответов, чтобы они голосовали разберетесь, тут ничего сложного, особенно нет так, формула уже попробовали, идем дальше, здесь страничка комментарий, все комментарии, которые будут появляться, они либо публикуются сразу, либо проходят через фильтр акисмет, мы же говорили, антиспам программка, которая позволяет определять, выявлять нежелательные комментарии, и она складывает их сюда, и ждет вашего одобрения, вы можете или одобрить, или пометить его как спам, или сразу же удалить в корзину отзывы 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 это, если через форму обратной связи все, что вам будут писать кроме того, что будете получать на почту вы можете почитать это прямо здесь на сайте, не выходя но опросы это вы можете создавать свои опросы, голосования все это будет отображаться здесь вы сможете их просматривать, изменять, редактировать добавлять новые рейтинги рейтинги сейчас не помню, что это а вы можете расположить рейтинги на страницах записей вашего дневника на стационарных страницах те, которые допустим обратная связь мы создавали возле комментариев чтобы пользователи могли голосовать за ту или иную информацию, которая предоставляется на вашем блоге ставить плюсики минусы нравится не нравится в принципе интересная вещь которая позволяет посетителям вашего блога как бы поучаствовать в жизни вашего интернет-дневника таким образом голосуя за ту или иную запись или страницу внешний вид мы уже немножко смотрели здесь вы можете выбирать темы на этом уже останавливаться не будем здесь есть очень интересные вещи как виджеты их вы настроите по собственному вкусу обычно вот боковая колонка на сайте сейчас я покажу вот боковая колонка здесь рубрики архивы страницы вы можете добавлять еще что-нибудь допустим ну что можно добавить ну облака меток можно добавить рубрик поиск по сайту свежие записи свежие записи мне кажется это актуально то что человек сразу зайдя на ваш блог мог посмотреть что же вы там написали вы можете показывать допустим пять последних записей которые сделали в своем дневнике давайте посмотрим как это будет выглядеть ну вот свежие записи то что было изначально установлено в теме сразу убирается поэтому если вы хотите вернуть архивы вы должны их заново поставить вот сюда в боковую колонку вот архивы там были на какие страницы сайта есть сейчас найдем их свежие записи ссылки вот страницы страницы вашего сайта добавим их можно поставить в самом верху такая самая полезная информация вот сразу страницы потом записи из дневника и архивы смотрим что получилось вот страницы свежие записи и архивы то как мы и сделали сюда можно добавлять еще произвольное текст который вы хотите изобразить вот для этого выбираете вот эту штучку я просто нажимаю левой кнопки мыши удерживая перетаскиваю кнопочку на боковую панель мета может быть довольно таки удобно если вы будете менять регистрацию на своем блоге чтобы люди регистрировались здесь будут предложения или войти на блок особенно это актуально если блок приватный и люди смогут читать информацию на вашем дневнике только войдя на сайт это лента записи лента комментариев ну это рекламка wordpress ком единственная рекламка которая здесь вижу не знаю что там написали что будут какие-то объявления объявлений никаких нет то есть так видит как вы видите эту страничку так видит ее и каждый посетитель даже который не авторизовался не зашел на бортпресс под своим именем и паролем далее по настройкам вы можете редактировать меню можете создавать произвольное меню можете использовать то которое есть но мне нравится в принципе вот это хорошее меню красиво можете поменять фон допустим блок у нас какой-то такой кремовый мне очень нравится можно его поменять можно загрузить изображение какое-нибудь давайте посмотрим как это будет выглядеть изображение какое-нибудь ну допустим это будет загрузить сейчас нас попросят ничего не попросили вот теперь посмотрим как это выглядит ну вот если вам так нравится мне не очень кроме того вы можете вы можете я сейчас удалю это изображение вы можете использовать просто однотонный цвет какой хотите допустим цвет компании ну что-то такого выбрать что-то у меня не сопротивляет вот здесь меняется что у меня с цветом не идет не поменялся нет не поменялся что заклинило может сейчас временно не работает на цвет не поменялся о вот я туда допустим нам соинтересует корпоративный цвет ну что-нибудь такое более желтая наверно вот так чуть чуть зелененького и не сильно не сильно темно должно быть что-то светленького так сохранить так сохранили обновляем ну вот фон поменялся такой ну довольно приятный почему мне нравится с заголовок заголовки вы можете изменить изображение которое находится вот в шапке как было здесь вот если вы загрузите довольно таки большое изображение вам дадут возможность его подрезать поэкспериментируйте там ничего сложного настройки темы настройки темы форму поиска заголовка в каждой теме в принципе есть какие-то свои опции попробуйте на ваш вкус hide single post navigation у нас есть некоторые непереведенные моменты на русский язык вот я хочу скрыть форму поиска и я хочу скрыть одиночные записи это ссылки навигации ну это надо смотреть когда уже хотя бы там 10-15 записи в вашем дневнике что это будет давать custom dressing на английском значит это собственные стили редактирование можете свои шрифты это стоит 30 долларов в год или же 8 центов в день это платные услуги для ipad ipad дело в том что сегодня миниатюрные компьютеры получили такое распространение что интернет сайты которые подстраиваются под эти мини-компьютеры чтобы людям было удобно с них заходить на ваш сайт они смогли почитать ваши записи посмотреть ваши видео рассмотреть картинки для этого вот настройки если у нас в темном зелененьком цвете я выбрал зеленый акцент цвета кроме того вы можете выбрать начертание шрифта вы можете поставить логотип какое-то изображение запуска довольно такие интересные вещи с обложкой без обложки launch screen image не знаю это надо экспериментировать имея ipad заходить на блок и посмотреть как это будет выглядеть на миниатюрном компьютере показывать мобильную тему желательно установить то есть когда заходят с мобильного браузера wordpress сам автоматически распознает этот браузер и переходит в режим просмотра используя мобильную тему и будут появляться ссылки то есть смотреть полноценную версию или мобильную версию версию если вы будете применять регистрацию на своем блоге то здесь будут списки пользователей их не адреса email вы можете написать письмо например еще что-нибудь что вы можете приглашать новых пользователей и редактировать свои данные а ваши пользователи могут менять свои данные и применять персональные настройки кроме того вы можете некоторым пользователям давать права на публикацию своих статей допустим размещение своих фотографий и тому подобное а остальным пользователям можете предоставлять просто право на чтение вашего блога инструменты здесь вы можете сохранить сделать резервную копию вашего сайта это для этого нужно нажать экспорт и сохранить файлик который будет сформирован для вашего блога сохранить где-то в надежном месте случае там потери какой-то информации вы сможете сделать импорт и восстановить все что у вас было поэтому в зависимости от того как вы часто будете добавлять новые статьи рекомендуется делать вот такой вот экспорт сохранять содержимое вашего блога допустим на компакт-диске каком-нибудь или где-то там хранить в любом удобном месте кроме того здесь можете удалить сайт если он вам не понравился если вы не хотите дальше им заниматься его лучше удалить чтобы никому не мозолил глаза и или начать новый или же если вам это дело не понравилось можете забыть об этом может на время может навсегда я не знаю как там у вас сложится параметры что нужно сделать в параметрах параметрах нужно придумать заголовок сайта но кстати уже придумали нет нет не придумали здесь пишем блок и здесь краткое описание можете ставить можете нет но не будем сейчас ставить в зависимости от тематики вашего блога можете делать краткое описание можете не делать здесь ваш email адрес основной рекомендую выставлять часовой пояс Украина плюс 2 Россия плюс 3 дальше формат даты формат даты ну в принципе нормальный формат времени рекомендую ставить 24 часовой первый день понедельник язык русский можете изменять если хотите сохранить изменения вот сюда вы можете загружать картинку которая относится к вашему блогу ну допустим сейчас покажу что это такое возьмем возьмем картинку загрузим вот значок арифлэйм вы можете выбрать его так вот обрезать обрезаем и этот значок в дальнейшем будет появляться сейчас обновиться или нет вот вот здесь пока еще не обновился здесь будет значок арифлэйм это очень очень ваш будет выделяться среди остальных сразу вставить принадлежность попробуем еще раз обновить ага вот здесь обновилась уже здесь еще нет то есть вот такой вот значок будет вот здесь вместо этой буквы W так в параметрах все мы посмотрели но здесь вы можете еще это главная параметра вот общие параметры там написание здесь тоже можете разобраться что сколько будет размер текстовое поле преобразовывать такие вот записи смайлик или нет должен или исправлять конкретный код да должен основная рубрика вы можете выбирать рубрики если вы забыли поставить галочку рубрика должна быть обязательно присвоена поэтому автоматически будет выбираться одна из созданных основная рубрика для ссылок ссылки так опубликовать если вы делали изменения сохраняем кроме того вы можете публиковать новые записи через электронную почту для этого нужно настроить эту возможность чтение это то как будут читать люди как будут выглядеть блок для посетителей на главной странице вы можете отображать последние записи из вашего дневника или одну из статических страниц если вы выбираете статическую страницу а мы создали одну из них вот обратная связь например куда мы перешли как-то вывалились отсюда почему-то мышка заела наверное так чтение то есть здесь вы можете выбрать страницу на которую попадать человек при наборе номера адреса вашего блога это может быть или эта страничка или страничка с обратной связью или можете сразу предложить делать какое-то предложение людям все на ваше усмотрение обсуждение здесь вы управляете комментариями к вашему блогу почитаете тут все на русском разберетесь медиа файлы задаете размеры максимальные минимальные для рисунков так свободные форматы но это по ссылкам максимальный размер медиа элементов здесь лучше ничего не трогать в темах по умолчанию ставится то что нужно а вот то что я вам говорил про youtube то есть если вы будете ставить просто ссылку без никаких с новой строки ставите ссылку на youtube вот видите youtube будет внедряться в медиаплеер и ваша видеозапись будет отображаться прямо на странице дневника управление приватностью его все очень джине доступ к поисковым машинам разрешен так не давать поисковым машинам индексировать сайт и вы можете поставить приватный сайт блок на который будут попадать люди только по вашему приглашению никто не сможет зайти не зная логина и пароля блок поделиться для продвижения своего сайта желательно использовать различные кнопочки вот сейчас включено опубликовать на wordpress на twitter на фейсбуке можно добавлять свои никогда не пользовался но будут разобраться еще неудобно можно будет добавить но вот google желательно использовать сейчас недавно появился кнопочка плюс 1 вот эту я бы наверно убрал мне очень интересно как отключить так вот twitter facebook плюс 1 вполне достаточно здесь еще был mail.ru это было вообще замечательно я думаю что можно будет добавить так 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 сохранить так делиться вы можете автоматически публиковать заголовки ваших записей в такие социальные сети как facebook twitter и yahoo messenger linkedin ну у нас основном используют только первые две остальные у нас не популярны поэтому если у вас есть запись учетная запись на facebook и twitter вы можете вот здесь вот их подключить допустим на facebook подключим разрешить разрешить или не разрешать если вы разрешите то в тот момент когда у вас в дневнике появляется новая запись на стене в фейсбуке появляется заголовок и ссылка на вашу запись очень удобно так дальше голосование и отзывы здесь меняется email адрес пароль учетная запись которая импортирована да вы можете настраивать множественный выбор поделиться показать здесь надо разбираться не пользовался вопросами все в дальнейшем возможно здесь вы можете покупать платные домены подключать к уже существующему вашему блогу можно купить вот сейчас они предложат выбор вот это бесплатный и здесь вы можете или добавлять домен либо покупать регистрировать новый и тому подобное если вы хотите допустим если вы дали разрешение другим пользователям публиковать страницы вы можете получать уведомление на свой email о том что сделано добавлен новая запись новая страница медиафайл получен новый отзыв и можете получать сообщение если кто-то изменил вашу запись ну обычно это персональный дневник и возможность изменять добавлять новые страницы записи имеете только вы поэтому обычно этим вы пользоваться не будете текстовые сообщения а смски вы можете получать смски ну это доступно сейчас только для телефонов США для того чтобы авторизоваться на вашем сайте достаточно быть допустим пользователем фейсбук или скажем там twitter и могут люди авторизоваться прямо на вашем блоге если они при этом авторизованы на facebook скажем или на twitter webhooks это не переведено еще не пользовался не знаю что это такое потому что это удобно у меня пока не было необходимости ну вот в принципе и все по созданию и пользованию блогом вы получили достаточной информации но он единственное что обещал еще рассказать почему именно возможность того что здесь есть формы которые можно добавлять к страницам делает большое преимущество перед другими бесплатными сервисами вы можете создать страницу допустим регистрацию и сделать анкету по заявке на регистрацию вашей компании вы можете самостоятельно создать форму что вам нужно знать о человеке для того чтобы подписать свою компанию вы можете разбольным образом создавать формы сейчас я вам покажу как это делается вы там сами разберетесь во-первых в существующей форме необходимо русифицировать как бы его нажимаете кнопочку edit пишите место имя и вместо name имя можете имя или допустим фамилия фамилия имя отчество если вам это необходимо знать сохраняете имейл остается веб-сайт коммент можете убрать допустим коммент если он вам не нужен и дальше добавляете поля которые вам нужны поля могут быть текстовыми checkbox это отмечает галочку да нет drop down это раскрывающиеся поле email у нас уже есть если вы пишите email то туда только вписать можно email и программка будет проверять валидность этого номера то есть должна быть обязательно часть имени потом собачка потом идти часть домина name уже было radio ну тут тоже галочка только точечка такая кругленькая текстовое поле большое текстовое поле такое развернутое и адрес веб-сайта тоже будет проверяться на валидность обычно я пользуюсь текстовым полем ставите галочку если оно обязательное и здесь пишите что нужно получить от человека например страна или допустим страна область город сейв добавили вот у нас получилось добавим еще поле допустим улица дом дом номер дома квартира добавим и так дальше вы можете добавлять все что нужно знать о человеке для того чтобы зарегистрировать в компанию и здесь пишите свой e-mail адрес и допустим чтобы в теме сообщения было допустим укажем заявка на регистрацию в компанию вашу все добавляем эту форму сохраняем и посмотрим как это выглядит ну вот фамилия имя отчество e-mail веб-сайт страна город страна область город улица дом квартира отправить то есть человек заполняет форму вот кстати кнопочка плюс один добавилась очень интересно делиться таким образом со своими друзьями и вы получаете на свой почтовый ящик данные о человеке и самостоятельно регистрируете человека в компанию на этом все с вами был Владислав Лихенко до новых встреч друзья до свидания у нас Продолжение следует...